На мосту замерла гружёная телега. Рядом всадник, застывший в воздухе плёткой. Другая повозка на пути к амбару. Всё это части большого макета железоделательного завода, который в 18 веке основал барон Николай Строганов в посёлке Кын. Сооружение размерами полтора на три метра показывает, как был устроен завод и за счёт чего работали его механизмы. В плотине боковой рез. Вода поступала через водяной ларь, на водяной ларь и на водяное колесо, кстати, оно там есть в разрезе. То есть и вращал, значит, меха и молот. Чтобы макет действовал, в него надо залить четыре ведра воды. Маленький насос заставляет жидкость циркулировать. Над речкой моделисту пришлось поработать отдельно. По берегам на мелководье видны мельчайшие камушки. На дне водоёма в изобилии водоросли. Сначала красилось, потом в несколько слоёв разными красками. Потом посыпались эти камушки, потом эпоксидка, потом опять камушки, потом берег. Ну, то есть тут... Ну, а камушки-то и тоже сам соберём? Да. Если мне такого. Вообще макет не требует такой тщательной детализации объекта. Но тут взяла своё педантичная натура моделиста, признаётся Олег Никитин. Было бы время, и тогда на территории Куновского железоделательного завода появились бы чугунные ядра, готовая продукция, а также грязь, множество мелких деталей. Я люблю диорамы делать. Тут бы как бы... А тут ближе как бы макет вроде того. Ну вот, может быть, ещё, если бы времени было, полгодика, можно было развернуться. Ну, наверное, остановимся на этом. Ну и для создания такой простой, на взгляд моделиста, работы Олегу Никитину пришлось потрудиться. Потребовались многие литры краски, суперклея и других материалов. На самом деле основа фанеры 9-миллиметровая, усиленная бурсками. Тут пенопласт, эпоксидка в 9 слоёв. То есть, даже не объяснить, что тут наворочено просто. Ну вот. А вот это какой-то ковряничек? Это специальное покрытие для железнодорожного масштаба, для 72-го масштаба, то есть, как бы имитирует траву. То есть, это не просто ковряничек, это специальное покрытие. Теперь у моделиста другая забота. Как аккуратно доставить макет, так сказать, на историческую родину, в посёлок Кын? Олег Никитин надеется, что водитель нанятой «Газели» проникнется значимостью груза и будет ехать осторожно. Антон Шибанов, Александр Хробостов, Телевизионная служба новостей.